Добро пожаловать на Варп Маяк! Спасибо всем, кто поддержал производство этого выпуска, а также всем, кто смотрит видео в день релиза, ставит лайки и пишет комментарии. Поблагодарить за ролики, а также поддержать их производство, можно по ссылке на экране. Спасибо! Война во вселенной Вархаммер 40 тысяч абсолютно и всеобъемлюща. Одинокий пехотинец на поле боя не более чем пешка. Он немощен, его лазган пригоден лишь против таких же, почти не прикрытых броней бедолаг. Говорят, средний срок жизни гвардейца на передовой составляет всего 15 часов. Можете проверить, если хотите. Гвардии всегда нужны добровольцы. В штабы потоком идут отчеты с фронтов. Отделения, взводы, роты уничтожены. Раненых 100 тысяч, погибших еще 50. Враг применил оружие массового поражения. Выжившие не успевают, да и слишком устали, чтобы рыть братские могилы. Зловоние мертвецов застило небо. Их прогнившая кровь осквернила очередной мир. Обычный день обычной кампании, где-нибудь на краю вечной войны. Заставить слабого человека, что воочию узрел этот ад, идти вперед и сражаться, можно лишь угрозой немедленной гибели. Но что, если у человека и так больше нечего терять? Он идет вперед и отдает себя на милость золотого трона. Иногда, если повелитель человечества особенно к нему милослив, человек не просто выживает, а становится знаменитостью. Кумиром миллиардов. Еще реже его имя начинает греметь по всему империуму. И сегодня у нас пойдет речь именно о таком счастливце, если это слово вообще применимо к обитателям мрачного будущего. То, что Ибрам Гаунд, выдающийся защитник людей, не подлежит сомнению. Но давайте оставим избитые клише биографам и летописцам. Мы попытаемся выяснить, что именно дарует солдату настоящее величие. Дело это сложное, и, как всегда, в таких случаях нам придется начать издалека. Я спал на своей постели, укрыт снеговой корой. И есть на твоих равнинах моя молодая кровь. Я к бою не опоздаю и встану в шеренгу рот. Возьми меня, переделай и вечно веди вперед. Из сказаний старой земли. Империум — это не только государство, но и мечта о нем. С первого дня, когда Создатель провозгласил единство Терры и армии человечества хлынули в космос, это она воплощалась в жизнь. Внезапный конец Великого Крестового Похода замедлил ее победоносное наступление. Но мечта жила, дышала, стучала в миллионах отважных сердец. Ладно, отбросим неуместный пафос и скажем так. В мире Вархаммера, чтобы оставаться в живых, нужно каждую секунду быть готовым к хорошей драке. А желательно нападать самому, да так, чтобы враг скулил, держась за распортое брюхо. В М-35 хищная хватка человечества добралась и до будущих миров Саббат. Этот регион галактики находится на краю обширного сегментума Пацификус. Он представляет собой свыше ста звездных систем, полных возможностей, коварства и тайн. Тогда, чтобы покорить это неизведанное пространство, понадобились мириады храбрецов и живая святая, ведущая их в бой. «Ах, Саббат! Прекрасный ангел Императора! Тогда тебя знал каждый ребенок Империума. По твоему слову, умирали тысячи, и на место каждого мученика вставало пятеро других. Ты и сама приняла венец мученицы на Харкалоне». Священное дело подвижницы продолжило жить и после ее гибели. Но к 38-му тысячелетию была и слава померкла, и номеры Саббат начали посягать еретики. «Вы знаете, как это бывает. Отдайте Скверни палец, и она отнимет всю вашу руку». Во второй половине М41 чаша наглости хаоситов перевесила божественное терпение Императора, и его слуги низвергли им на головы целый крестовый поход. Архивы, что остались после него, до сих пор не изучены в должной мере. Но уже сейчас ясно, что это была одна из тех великих драм, что изменили течение истории. Шесть орденов космодесанта, свыше 50 полков Астромилитарум, Армада Флота и Титана Механикус. Впрочем, подробнее об этом великом противостоянии вы можете узнать из выпуска Либрариума, посвященного крестовому походу Саббат. Сегодня наша цель иная. Жестокая галактика полна противоречий. Победа там чествует подлецов и умывается кровью невиновных. Достойных сражает случайный выстрел, а светлое будущее порастает из геноцида. Та более знакомая картина, да? Однако верно и обратное. Жалкие пехотинцы, вооруженные лишь лазганами и храбростью, обращают вспять вражеские орды и меняют ход целой эпохи. На этом стоял и будет стоять Империум. На таких, как бойцы первого Танитского полка. Первого и единственного. Я имперский комиссар. Я воодушевлю слабых, поддержу колеблющихся, поведу тех, кто сбился с пути. Я стану всем для тех, кому я нужен. Но я также без колебаний принесу возмездие некомпетентным, трусам и предателям. Полковник-комиссар Ибрам Гаунд. Весь наш характер идет родом из детства. И даже для лучших людей не бывает исключений. Человек по имени Ибрам Гаунд начался с гибели его отца, второго по старшинству офицера джантийских патрициев. Смерть в бою. Не худшая смерть в Архаммере, скажете вы, и будете правы. Вот только думается, что хмурому 12-летнему подростку, новичку в школе про гениум, было от этого не легче. Прилежный и набожный, он постигал науку воодушевления и искусство страха. Главные инструменты в руках любого комиссара. Много лет спустя Гаунд узнает, что родителя предал его собственный брат, генерал Альдо Дерциус. Альдо оставил своего родственника на растерзание оркам, спасая собственную шкуру. Дерциус и был тем благодетелем, который обеспечил племяннику обучение в школе про гениум, что, впрочем, и спасло его от кары. Первым важным поступком, который совершил молодой Ибрам, став полноправным комиссаром, была казнь собственного дяди, предателя и труса. Это и есть первая опора героизма. Что бы ты ни делал, иди до конца. И пускай все остальное провалится в преисподнюю. Но у каждой судьбы, словно как у монеты, всегда две стороны. И тем лучом, который осветил душу Ибрама Ганта, стал его наставник, высокопоставленный комиссар Делэйн Октор. Он поддерживал боевой дух гирканских полков Астромилитарум и превратил их в элитное боевое подразделение Империума. Нам в первую очередь интересна его философия и профессиональная кредо, ибо они стали тем внутренним стержнем, опираясь на который Кадет Гаунд стал тем, кем он стал в будущем. Предоставим слово старому комиссару. Он говорил так. Научись врать, никому не доверяй, не встревай в местную политику, показывай своим людям пример, не надейся, что они выполнят то, что можешь ты. И самое важное, постарайся делать так, чтобы убийца, который живет в каждом, действовал во благо. Ради Императора и всего человечества. Потому что война сама по себе отвратительна и бездумна. Довольно своеобразные мысли для политического офицера, не так ли? Однако в чем-то эта жизненная позиция перекликается с мыслями другого знаменитого комиссара, Кайфоса Кайна. Как минимум в те моменты, когда он не был слишком озабочен спасением собственной драгоценной жизни. К сожалению, гибель Делейна Октера оказалась в высшей степени нелепой и даже невероятной. Выбив зеленокожих с планеты Гелатус Децимус, защитники Империума решили устроить празднество. Но отступая, Ручий Варбос повел себя крайне необычно. Он распорядился отравить запасы вина. Октер, пригубив яда, долгие часы боролся против неминуемой смерти. Он не преуспел. Но последним его деянием стало посвящение Ибрама Ганта в полноценные комиссары. Позже наш герой назовет своего учителя одним из трех людей, которые в наибольшей степени повлияли на его жизнь. Что ж, достойная эпитафия в память о достойном человеке. А нам пора двигаться дальше. Вы, несомненно, заметили, что в теме сегодняшнего выпуска упоминается планета под названием Танит. Однако, еще до этого судьбоносного путешествия Ибрам Гаунд успел навоеваться вдоволь. Он был прикомандирован к восьмому герканскому полку. В немалой степени, благодаря влиянию покойного Октора, тактика этого подразделения была весьма изобретательной и даже разумной. Герканцы часто использовали арт-налеты, не ходили в лобовые атаки и вообще считали необходимым подстраивать манеру сражения от каждого конкретного противника. Поэтому среди герканцев роль отдельных, хорошо обученных солдат-ветеранов была весьма велика. Гаунд примет это на вооружение, видя в своих гвардейцах не безликую волну пушечного мяса, гонимую на подвиги, а военных специалистов, заточенных под конкретные задачи. Гаунд зарекомендовал себя как весьма ценный политофицер еще до командировки на Танит, что определило всю его дальнейшую судьбу. Сам воитель Слайда, предводитель крестового похода Саббат, лично внес Ибрама Гаунта в список гостей закрытого банкета. Между нами говоря, Слайда, будучи одаренным полководцем, слишком уж зациклился на прошлом, и в частности на свершениях предыдущих покорителей этого региона, святой Саббат и ее генералов. Компанию он непременно хотел провести по лекалам пяти тысячелетней давности, что вносило в его стратегию элемент предсказуемости. Однако, именно Слайда на смертном Андре возвысила Ибрама Гаунта до чрезвычайно редкого звания комиссара полковника, то есть отдал ему под начало целый полк. Более того, умирающий воитель предоставил людям Ибрама так называемое право на заселение, тем самым позволив им осесть на первой из освобожденных планет. Итак, направляемый последней волей Слайда Гаунт отправился на Тонит, чтобы взять шерство над тремя из тамошних полков. Но, как известно, если хочешь рассмешить императора, расскажи ему о своих надеждах. Жизни приспешники архи-врага внесли в этот замечательный план свои собственные поправки. И глухо стучащее сердце мое с рождения в рабы ей продано. Не страшно назвать даже имя ее, свирепое имя Родины. Из сказаний Старой Земли. Поначалу Тоницы не произвели особого впечатления на Ибрама Гаунта, оравотощих, неряшливых лесных жителей, да и только. Но веления Золотого Трона не обсуждают, им подчиняются. Ах да, помните, мы рассказывали о неудачливом Ордене Плакальщиков. Видно, жестокая галактика просто обожает поизмываться над некоторыми людьми. И здесь мы подходим ко второй составляющей героизма. Страданию. Ночь основания Тоницких полков выдалась жаркой. Настолько жаркой, что всю планету окутало пламя. Хаоситы, уже давно свирепствовавшие в мирах Саббат, проскользнули сквозь заслон Имперского грушились на обреченный мир. И вместо того, чтобы принять командование над веренными нему гвардейцами, комиссар Гаунд встал перед нелегким выбором. Его бойцы могли или сложить головы в безнадежной обороне родной земли, либо же спастись, чтобы служить Императору где-то еще. Ибрам Гаунд выбрал наименьший из зол. Он отдал им приказ эвакуироваться, дабы смотреть, как их леса, города и соотечественники сгорают заживо под безжалостными ударами еретиков. Как видите, это оказалось меньшим злом лишь для самого комиссара. В результате он получил единственный полк, солдаты которого ненавидели и презирали своего командира за то, что он не дал им умереть в бою. Таницкий полк, первый и единственный на всю галактику, которому суждено было стать призраками Гаунта. Список его компаний и подвигов обширен, однако мы предпочли бы не превращать это повествование в учебник военной истории, а вместо этого рассказать вам о людях, которые кровью и потом выковали эти победы. Ведь героизм есть высшая сила человеческого духа против невозможных обстоятельств. Он мозаика избыта отношений, боли, поступков, ошибок и отваги. Он это умение жить и жить так, чтобы всемогущий император тобой гордился. А еще иногда это милосердие к заблудшим. Таким как солдаты по имени Кольм Корбек и Элем Роун. Эти солдаты, забывшись своей ярости и скорби, пришли к Гаунту требовать ответов и разъяснений. Вместо немедленной казни они получили звание полковника и майора. Однако отвращение Роума к своему начальнику не утихло. Если Корбек воспользовался властью для погашения протестов, дабы не дать Гаунту поводу устроить массовые казни, то Роум совершенно отбился от рук. Дошло даже до того, что Элем попытался убить ненавистного ему комиссара на планете Блэкшард. Что же он получил в ответ? Ибрам Гаунт лично вынес раненого майора Роуна из вражеской цитадели. По иронии судьбы, Блэкшард стал местом боевого крещения Таницкого полка, местом, где родились призраки Гаунта. После того, как сто гвардейцев скрытно выдвинулись в расположение еретиков и нанесли решающий удар по их святыне, комиссар увидел, что судьба ему на самом деле улыбалась. Ведь она предоставила ему не кучку грязных озлобленных недотеп, а эффективный инструмент войны. Надо всего лишь понять, кто на что годится. Но дух солдатского в воздухе. Поведение майора Роуна и его приспешников перешло всякие границы приличия. Они даже похищали письма Гаунта, чтобы как можно больше узнать о своем начальнике. Долгие годы понадобились упрямому Таницу, чтобы сменить гнев на милость по отношению к Ибраму Гаунту. Дважды за долгие кампании полка он принимал командование. Из потенциального бунтовщика Элим Роун со временем превратился во второго по старшинству офицера подразделения и был поставлен во главе одной из рот. Так мы узнаем еще одну черту героизма Гаунта терпение к заблудшим. С самого первого дня основания полка галактика щедро рассыпала перед ними неприятности. Но даже посреди вечной войны встречаются поровну как отпетых мразей так и хороших людей. Перед нами генерал Ночис Штурм человек не лишенный талантов но подлый завистливый и мелочный настоящий карьерист. Видев Гаунте угрозу своему положению он возненавидел комиссара той особой ненавистью которую может испытывать лишь посредственность по отношению к выдающейся личности. На планете Вальтимант он приказал Танитсам выполнить невозможное вскрыть оборону вражеского города. Лесные разведчики с мертвого мира выполнили то, чего не смогли добиться отборные части самого генерала. Охваченный яростью отчаянием генерал приказал накрыть лазутчиков артиллерийским налетом отставив инцидент как случай огня по своим. А когда Гаунд который совершенно не кстати выжил пришел требовать ответа за гибель своих солдат штурм попытался выставить его виновным и расстрелять. Но мир не без добрых людей. Командир артиллерийской батареи исполнитель преступного приказа отказался играть под дудку своего начальника. План генерала провалился и он был вынужден уйти ни с чем. В тот день Таницы нажили себе еще одного смертельного врага. Одного из очень многих. Император хранит. Через некоторое время обстоятельства сложились так, что уже Таницам поручили вести охоту на штурма как на загнанную дичь. Почему? Распутайте этот след сами. Советую начать знакомство с книги Дэна Апнета Таницкий первый и единственный. Даже герой это человек а людям свойственны слабости. Было время, когда бравый комиссар хотел бросить все. Послать к демонам эту чертову работенку шансов со всех ненавистью и бесконечными проблемами. Убраться от греха подальше на какую-нибудь должность, где есть лишь письменный стол и бесконечный ворох бумаг, которые не хотят выстрелить тебе в спину. У Ибрама Гаунта была такая возможность, но он ей не воспользовался. А упрямо продолжил то, что считал своим долгом. Вдохновлять солдат личным примером и вести их за собой. Бывает, что худший твой кошмар. Это не змееглазый Ксенос, а союзник, который на деле оказывается пешкой неведомого кукловода, скрытого за тремя завесами лжи. Совсем не надо быть альфа-легионером или демоном Дзинча, чтобы проворачивать такие подлости. Обычные люди тоже могут стать отборными сволочами. Так приключилось с бывшим учеником знаменитого инквизитора Коммодуса Вока, человеком по имени Голеш Хелдейн. И в последнюю очередь, благодаря ему, компании на Фортис Байнери и Минозоиде и Псилон оказались для Тоницкого полка хуже всякой преисподней. Представьте себе огромное поле битвы. 400 километров, зараженные химикатами грязи и руин Мануфакторумов. Паутина бесчисленных траншей, дотов и бункеров. Таким во время крестового похода Саббат был мир кузницы Фортис Байнери. Где же в этом огневом мешке Тоницкий полк? Конечно, на передовой. Людям Гаунта отдан приказ ринуться в безнадежную атаку на еретиков. Кто утвердил эту чудную стратегию? Лорд-милитант Гектор Драйвер, завистливый сукин сын. Но кто же шепнул ему на ухо эту замечательную идею? Некто Дрекер Фленц, полковник джантийских патрициев, у которого есть одна исключительно гаунта мертвым и желательно выпотрошенным зажим. Что общего у этих достойных господ, кроме ненависти к предводителю Тониццев? То, что они оба послушные марионетки, которых дергают за нити, что тянутся из кромешной тьмы. Но не тут-то было. Отборный отряд Тоницких диверсантов одним ударом разрушил хасидскую святыню, которая должна была превратить наступающих имперцев демонхостов. А вот самих разведчиков оставалось все меньше и меньше. Трудно, понимаете ли, запрашивать из дома подкрепления, когда этот самый дом более не существует. После освобождения Фортис Байнери в строю находилось не более полутора тысячи Тониццев. Однако настоящая буря грянула на Минозоид Эпсилон. То, что ожидало Гаунта на этой планете, вообще не должно выпадать на долю обычного человека. Политические игры такого уровня больше подстать какому-нибудь магистру Астартес, грандмастеру ассасинов, либо на худой конец планетарному губернатору. Но к тому времени Вайтиль Слайда уже восемь месяцев как лежал в могиле. Бразды руководства перетягивал на себя его преемник, славный Макарот, и темные личности всех мастей и сортов. Ведь мы решили, что это подходящий момент для предательства. Итак, Минозоид Прайм. Перед началом этой кампании у Гаунта похищают его, условно выражаясь правую руку майора Роуна. После высадки Тоницам бьют спину джантийские патриции, намереваясь уничтожить недругов до последнего человека. Сражаясь против мнимых союзников и явных врагов, призраки Гаунта упрямо стоят до конца. В итоге им удалось вскрыть весь зловонный гнайник измены. Падший инквизитор Хелдейн обнаружил нечто такое, что могло бы ввергнуть весь Империум в пучину Гражданской войны. Он отыскал темный Грааль, философский камень технологий и эликсир бессмертия в одном флаконе. Радикал нашел сборщик СШК, способный производить железных людей. Тех самых роботов-слуг, восстание которых превратило Галактическую Империю Человечества в кучку стремительно одичавших колоний. Узная подобные находки Адептус Механикус, и они выжгли бы пол галактики, стремясь овладеть ею. Даже несмотря на то, что СШК, Сминозоида и Псилон был безнадежно осквернен. Наверное, проблемы такого калибра должны решать личности вроде Малкадора Сигелита или Работы Гелемана. Но для обычного человека есть одно простое и железное правило, что может спасти триллионы жизней. Если нечто выглядит как скверно и действует как скверно, значит это и есть скверно, а погонь надо выжечь очистительным огнем. Хелдейн собрался использовать личную армию железных людей, дабы свергнуть Макарота и захватить как можно больше власти. Что ж, по делам ему и его марионеткам. Ни Инквизитор, ни Генерал Драйвер, ни Полковник Фленц, ни Джантийские Патриции, ни тем более Адская Машина из прошлого не пережили благородной ярости Ибрама Гаунта и его призраков. Я ценю жизнь и поэтому сражаюсь, чтобы защитить ее. Я оскорблю о каждом человеке, которого я теряю и о каждой жертве, которую делаю. Полковник Комиссар Ибрам Гаунд Люди всего лишь люди. Они служат, но они смертны. На планете Бальхаут воитель Слайда заплатил самую высокую цену, чтобы уничтожить Архонта Надзибара, едва ли не самого первого еретика, что присягнул на верность силам тьмы. Он сразил чудовище в поединке, но и сам обрел вечный покой. Как мы уже упоминали, на смену ему пришел воитель Макарот. Таницкий первый и единственный также дрался на Бальхауте. Тоже в полной мере разделил радость победы и горечь потери. А еще разочарование. Ведь хаос многолик, и то, что Надзибар пал, не означало ровным счетом ничего. Его магистры все как один сильные лидеры и умелые полководцы. Они расползлись по мирам Саббат, готовясь к реваншу. Один из них, Гиритор Асфадель, сбежал на мир улей под названием Вергаст и затаился в улье Ферразойко. Обычно в таких случаях принято говорить, ничто не предвещало беды. На Вергасте беду предвещало все. Это был настоящий клубок человеческой глупости. Армия, генералы, которые слишком горды, чтобы признать собственную слабость. Вражеское нападение, которое легко принять за очередную и недоверие к гвардейцам, которые прилетели на помощь. Асфадель применил свое умение гипноза, и все, 13-миллионное население Ферразойки повиновалось его зову. Но даже когда Ули и Вервунхайв накрыли снаряды, правители поселения настолько заигрались в политику, что на включение городского счета им понадобилось несколько часов. Дальше был месяц, 29 чертовых дней вражеской артподготовки. И так во всем. Майор, который перестал выходить на связь, надломленный воплями о помощи. Генерал, бежавший с поля битвы. Войско, парализованное некомпетентностью руководства. Все это привело к тому, что во главе обороны встал Ибрам Гаунд, который чудом попал в этот бедлам. Неудивительно. В то время, как его коллеги по гвардии применяли тактику, достойную клинических идиотов и подлизывались к планетарному руководству, Гаунд работал. Он и союзники отразили три умело организованных штурма Вервунхайва, потому что Асфадель был кем угодно, только не дураком. Силы архиврага нашли в обороне Улья слабое место и разрушили его до основания. Верхушка имперского командования была рассеяна, и вся тяжесть безнадежного боя была принята на себя комиссаром Ибрамом Гаунтом. Он лично повел отряд командос на приступ пражеской цитадели, дабы вырвать хасидской гадине сердце. Комиссар преуспел. Он сразил Асфаделя мечом легендарного героя, Хейронима Сандара, но и сам едва, уже в какой раз, чуть не погиб. Поистину есть люди, отмеченные вниманием императора. Жертвы умений Ибрама Гаунта ни много ни мало спасли Таницкий полк. Макарот, впечатленный подвигом и горем защитников Улья, даровал им акт утешения, право записаться добровольцами в Астромилитарум. Стоит ли говорить, какой полк именно поспешили благодарные жители Вергаста? Да, они стали островком чужой и непривычной культуры в Таницком. Случались неприятные происшествия, но и тех, и других гвардейцев роднило потеря отчего дома и желание за него отомстить. Это лишь некоторые из подвигов первого и единственного. Таницы видели вещи, в которые мы, люди из М3, просто не поверили бы. Айльдари, сражающиеся плечом к плечу за колдовными солдатами Империума. Инквизитор, отринувшая свой долг ради остроухих ксеносов. Святая Саббат, что восстала из мертвых, дабы еще раз вести слуг Золотого Трона против Хасидской Скверны. Командировка на захваченный Хасидами мир и партизанская война размером с планету. Оборона древней твердыни, а целой армии предателей из кровавого пакта. Истребление хасидских магистров в промышленных масштабах. И, наконец, многочисленные смерти и возрождение Тоницкого первого и единственного, который с тех пор официально называется 81-м, а также первым разведывательным полком. Да, потери были настолько велики, что людей гаунта еще раз объединили с другим подразделением, на этот раз с остатками 81-го пелодонского полка. Теперь под началом героического комиссара служат люди не из двух, а уже из трех непохожих друг на друга миров. Впрочем, обещали не превращать выпуск в военный исторический трактат. В конце концов, наша цель узнать, что такое настоящий героизм. Так вот, герой это способный и удачливый сукин сын, который спит и видит, как бы половчей сомкнуть челюсти на вражеской глотке. Да желательно так, чтобы даже император чуть заметно улыбнулся и прошептал. Молодец. В таком случае Тоницкий полк и без Ибрама Гаунта просто битком набит героями. И было бы преступно умолчать о некоторых из них. Мы в дикую стужу в разгромленной мгле стоим на летящей куда-то земле. Философ, солдат и калека. Из сказаний старой земли. Давайте оставим на минутку гробовую серьезность гримдарка, потому что если постоянно превозмогать с кислым выражением лица, то можно заработать артрит челюсти. И так в Тоницком первом и единственном служат как минимум трое самых крутых гвардейцев галактики, не считая слаймарбы, конечно. С этим можно спорить или соглашаться, а можно сесть у костра, бросить рядом с ним связку батарей Лазгана, ну, для подзарядки, и послушать фронтовые байки о подвигах людей, которым давно уже нечего терять. Начнем с Хлея Ларкина по прозвищу Безумец. Серьезно, кто же его не знает. Ларкин, собственно говоря, и придумал называть парней гаунта призраками. Он старший снайпер полка, но не потому, что любит и умеет раздавать приказы, а потому, что может с запредельной дистанции всадить веретика парочку зарядов. Говорят, что оптический прицел помогает ему не только сшибать буйные головы, но и видеть истину. Эльдарские провидцы, которые слишком полагались на свое ведьмовство, не дадут соврать. А еще как-то раз Ларкин решил, что гвардии с него хватит и решил дезертировать. Но пообщавшись со статуей, получив от нее подарочек, передумал. На то его и прозвали безумным. Но лучшего стрелка во всем Тоницком полку просто не сыскать. Далее майор Гол Коли. Его слушаются все рекорты Свергаста. Простой работяга, он сумел повести за собой товарищей и бойцов сил планетарной обороны, когда пришло время. Более того, его об этом попросили. Сила духа этого солдата настолько велика, что он набросился на демон принца с киркой. Правда, с ожидаемым результатом. Мерзкая тварь буквально отстрелила ему половину мозга. Но Гол не умер. Он просто был с почетом лишен сержантских лычек и разжалован в рядовые. Но как-то раз на пути ему встретилась ожившая имперская святая. И после курса экстраординарной терапии Коля уже снова раздавал приказы и вскоре дорос до майора. При том, что мозг у него обратно не отрос и вообще осветило медицинской мысли, только разводит руками, как он вообще выжил. Его товарищ по лечению Святой Саббат, разведчик Маквенер, регулярно дает прикурить всем подряд от предателей из кровавого пакта до демонов из варпа. Причем как минимум отделение этих парней рядовой Маквенер убил в ближнем бою, потому что в Лазгане как назло закончились заряды. Однажды ушел в Самоволку для того, чтобы держать в страхе армию, которая смогла оккупировать имперскую планету. Более того, натренировал местное сопротивление до состояния Командос. Вероятно, до сих пор там орешет хаоситов. Неудивительно, ведь он парень из секретного ордена под названием Налшины. Более того, он последний носитель их традиций боевого мастерства, а значит на счету у Маквенера будет еще много вражеских черепов. Бывший командир этого славного вояки, сержант Оуэн Маккол тоже не отстает по части подвигов. На его счету, помимо всего прочего, два лорда хаоса и дредноут. Маквенер настолько умеет скрытно передвигаться, что однажды выиграл тренировочный бой у трех космодесантников. Он выбрался из плена, проникнул в ставку вражеского военачальника и убил его. И как будто это какие-то пустяки, потом он переиграл в прятки Мандрагора Другхари. Для справки, Мандрагор это живая тень, что свободно передвигается между материальной вселенной и параллельным измерением. Плюс эта тварь такая же быстрая, как и вся Эльдарь. Ее приближение невозможно предвидеть или предотвратить. Старина Маккол мало того, что смог, так еще и вышиб Мандрагору мозги, предварительно похвалив того за профпригодность. Но как, достойно ли это медали? Впрочем, Гаунд изменил бы себе, если бы и здесь не заткнул подопечных за пояс. Таницы! Вы что, хотите жить вечно? Полковник Комиссар Ибрам Гаунд. Все мы знаем, какими скверными людьми бывают комиссары. Но Ибрам Гаунд никогда не расстреливал своих солдат за что-либо меньшее, чем предательство. Зато полковнику комиссару иногда случалось казнить чужих бойцов, к примеру, за кражу лекарств. Также наш храбрый политофицер лично выносил раненых с поля боя, и можно сбиться со счета, подсчитывая спасенные им таким образом жизни. Более того, Гаунд не гнушался выручать людей, которые в силу собственных заблуждений прямо сейчас желали ему смерти. Перед нами, мягко говоря, нетипичная строчка в комиссарском резюме. Как и его люди, Гаунд не расстается с маскировочной накидкой из хамелеолина, визитной карточкой танитского полка. Танит был планетой, покрытой лесами, которые при этом двигались, и тамошние жители в совершенстве овладели искусством маскировки, засады и внезапного нападения. Гаунд полностью принял культурные особенности своего полка и освоил их методы боя. Он неоднократно сдавал свои смертельно опасные экзамены, лично вел диверсионные отряды на твердыне и машины войны, где враги были просто повсюду. Гаунд собственноручно убил космодесантника Хаоса в ближнем бою. Одного только этого деяния достаточно, чтобы причислить его клику величайших комиссаров Империума, наряду с Каином и Яриком. Ибраун Гаунд и его избранный отряд провели немало времени на захваченной хаоситами планете, а после этого затерялись варпе. Большинство других полков после таких приключений просто кишели бы заразой темных богов и разнообразными мутациями. Но таницы на той первой единственной, что к ним даже потусторонние хвори не липнут. И говоря уже о том, что ранее комиссарскому отряду выпала величайшая честь охранять святую Саббат, во имя которой затевался весь крестовый поход. И если даже это вас не убедило, то посмотрите на послужной список этого человека. Он имел дело с четырьмя инквизиторами и каждый раз трения и враждебность разрешались в его пользу. Он пережил невыносимые пытки и считался мертвым. А потом был спасен таницами и получил бионические глаза взамен вырванных палачами. Ибрамгаунд прошел весь путь от сироты из школы прогениум до лорда милитанта, а затем и первого лорда исполнителя правой руки Макарота. А когда он узнал, что его метят на место воителя, он пошел к нему и раскрыл карты, а затем приложил все усилия для расправы над заговорщиками. Честный, верный с железными принципами, но при этом не лишенный милосердия. Вот такой он Ибрамгаунд и, скажем честно, меньшего первый Таницкий полк не заслуживает. И хоть архивы крестового похода Саббат еще не обнародованы до конца, одно не подлежит сомнению. Комиссары и его товарищи неизменно будут на передовой. Потому что они и есть воплощение настоящего героизма, которое мы искали. Спасибо большое, что смотрели. Еще увидимся. воплощение. Воплощение 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 воплощение